Всем привет, с вами Инк. Недавно для своего основного канала я делал видео по Life of Dead с трюками, которые работают только в первой части Life of Dead и не работают во второй. Суть заключалась в том, что сначала я показывал выполнение довольно трюка в первой лафте, а затем как он был пофикшен во второй. Но со временем я начал понимать, блин, да половина из этих трюков, которые якобы пофикшены, на самом деле, если постараться, все-таки можно выполнить во второй лафте. Не совсем так, как в первой, альтернативными способами, но можно. Именно о таких трюках я и хотел поговорить в данном видео. О трюках из Life of Dead 1, которые не должны работать в Life of Dead 2, но они все равно работают. Че-то слишком длинно получается. Альтернативные способы выполнения пофикшенных трюков в Life of Dead 2, которые... Короче, я хрен его знает, как назвать это видео, сейчас сами все поймете, давайте просто начнем. Вторая карта компании Мертвый Эйр. В первой лафте здесь можно прилично сократить, для этого один должен спрыгнуть вниз на прицеп грузовика, он нокается, на него прыгаю я, поднимаю его, и мы проходим дальше. Трюк выполнен, ничего сложного. Во второй же лафте проблема в выполнении данного трюка заключается в том, что грузовик с прицепом отодвинули, и он находится дальше. На месте остался только небольшой фургончик, но я не советую на него прыгать. Решение, как же все-таки это можно пройти, мне прислал один из подписчиков, нам нужен вот этот вот невидимый выступ. И, соответственно, панологи, на него прыгает один, А затем на него уже я. Трюк выполнен. С этой же крыши вот здесь можно спрыгнуть вниз и одному. Потеряйте нормальное хп, но не инкапнитесь. Во второй же лафте... Ну вы поняли. Вызываем внизу сигналку. Ждем, когда зомби начнут подниматься по лестнице, и спускаемся по их головам вниз. Изи! На третьей карте здесь можно сделать небольшой шорткат с зомби-джампом. А через это окно прокинут молотов и поджечь ивент. Во второй лафте это место закрыто почти со всех сторон. И поставили забор, и забетонировали окно, и даже закрыли тут проход, чтобы даже если вы вызовете ивент по-нормальному, то не смогли бы вернуться назад. Но нам-то на все пофиг, правильно? Просто встаем примерно сюда, целимся в эту щелочку, и в прыжке кидаем молотов. Вуаля! А прежде чем мы пойдем дальше, давайте я проведу над вами эксперимент. Какие из этих трюков из первой лафты работают, по-вашему, во второй? Крэш-курс, начало первой карты. Я специально выбирал не самые популярные кампании, чтобы было посложнее и поинтереснее. Ласт-стенд, эта карта доступна только в режиме выживания, кто не помнит. И Сакрифайс, начало второй карты. А теперь справа наверху есть опрос. Открывайте его и выбирайте один из пяти вариантов. Итак, какие же из этих трюков из первой лафты работают во второй? Только первый? Первый и второй? Только третий? Все? Или не один? И правильный ответ? Только третий? Первый трюк не работает во второй лафте, потому что там тупо красная стена и прозрачный щиток в стене. Второй не работает, потому что этой карты в принципе нет во второй лафте. Это скорее была проверка на вашу внимательность. И третий трюк, да, он работает точно так же, как и в первой лафте. Пишите в комментариях, угадали ли вы или нет. Будет интересно посмотреть на ваши ответы. А мы продолжаем. Компания Бот Харвест. Небольшой шорткат на третьей карте. Во второй лафте именно здесь за... Во второй лафте именно здесь за шорткар... Короче, именно тут пройти нельзя, во второй лафте, но можно чуть подаше. На этой же карте можно забраться на мост перед эвентом. С вагона запрыгиваем на гору, а через него уже на сам мост. В второй лафте мы здесь соскальзываем, но на мост можно легко забраться по его опорам с другой стороны. Одна половина моста прозрачная, поэтому пройти по нему и пропустить эвент полностью, к сожалению, не получится. А жаль, был бы тогда вообще топовый трюк. На следующей, четвертой карте отсюда можно очень легко залезть на крышу ангара. Во второй лафте хитбокс этого бачка, и я не знаю, что это, специально сделали выше, чтобы на него нельзя было забраться. Но это можно исправить простым зомби-джампом. Ну, вот тут еще прыжок стал немного посложнее. В целом, что фиксили, что нет. Компания Номерси открывается, пожалуй, одним из самых известных трюков во всей лафте. Во второй части все немного посложнее. Надо просерфить по невидимой стене и приземлиться на машину. Мы, кстати, с Эйром выполняли это на паблике, как и многие другие трюки. Так что, если интересно, я делал отдельное видео на эту тему. В конце второй карты есть лестница для зараженных, которые могут пользоваться выжившие. А дальше через подвисание можно и вовсе выйти за карту. Во второй лафте такой баг, конечно же, не работает. И придется проделать достаточно долгий путь, чтобы его повторить. Третья карта очень интересная. Это интересный дрюк, который на самом деле не очень полезный в первой лафте. И позже вы поймете почему. Кто ли делал вторую часть, если, например, чарджер разокрыл его выжившим проход? Тогда мы идем чуть назад, двигаем эти офисные ящики. Одного достаточно. И делаем простой зомби-джамп. Благо зомбаков тут обычно куча. Также обходим поверху, разбиваем решетку и приземляемся с другой стороны закрытого прохода. Что ты здесь делаешь? И последний на сегодня, десятый трюк, можно сказать, бонусный. Компания Sacrifice и ивент на второй карте, который можно легко пропустить через простое подвисание. Во второй лафте Вейлв сделали просто гениальную вещь. Они зачем-то поставили тут такую невидимую стену, благодаря которой этот вент стал пропускать еще проще. Как одному, так и через то же подвисание. Какой был в этом смысл, непонятно. Тем более, этот вент все равно можно точно так же пройти совсем рядом буквально в двух шагах. Я не знаю, чем в Альв думали, когда фиксили баги в своей игре. А на этом все. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Спасибо, что смотрели. Второй лафте, кстати, в ноябре этого года исполняется целых 10 лет. Обязательно что-нибудь по этой знаменательной дате я придумаю. Так что подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. А с вами был Инг. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok